Здравствуйте! Меня зовут Светлана Шушканова, и мы сегодня у меня на даче будем готовить летний обед. Мы приготовим молодую картошечку. Запечем ее в духовке с розмарином, с тимьянчиком, с чесночком. Это безумно вкусно. Как это сделать, я расскажу. К картошечке мы сделаем заправку из сыра и хрена. И мы приготовим салат из помидор, кинзы и фасоль. Приступаем. Мы берем картошку молодую, вот такого размера. Разрежем ее пополам. Да, можно помогать. Девочки, знаете, что в кожуре картофеля содержится очень много витаминов. Значительно больше, чем в самих клубнях картофеля. А еще те ферменты, которые содержатся в кожуре и сразу под кожурой картофеля, помогают преобразовывать крахмалы, содержащиеся в картофеле, в полезный сахар. Поэтому нужно кушать только в кожуре. Так, я думаю, что достаточно на нашу компанию. Мы используем травы. Это тимьян, свеже срезанный с огорода. Рубить ничего не нужно, просто вот прямо такими кусками. Еще у нас есть розмарин. Совершенно потрясающая пряная трава. Но без розмарина, ребят, я не знаю, кухни вообще, по-моему, не существует без розмарина. Конечно, не у всех он есть, но пора обзавестись в каждом саду и в каждом доме. Я думаю, что на подоконнике можно вырастить розмаринчик. Розмарин – чудесная трава. Она очень ароматная. У нее такой елочный, такой зимний аромат. Да, просто потрясающий. Розмарин можно добавлять в любые блюда, и в мясо, и в рыбу. Но я, конечно же, летом картошка с розмарином – это то, что нужно. Нам нужен был черный перец. Обязательно. А будем подсаливать? Будем. Только чуть-чуть. И только розовую гималайскую. Это точно, потому что мы уже привыкли к этой соли, да, и в основном только используем розовую гималайскую соль. Вот смотрите, вот привыкли использовать чеснокодавилку. Я делаю вот, я просто делаю так вот пополам, и еще раз, и еще раз пополам. Вот такие крупные куски чеснока. Они должны быть крупными, потому что поедание их – это одно из самых приятных в этом блюде. Запеченный чеснок, жареный. Ой, мы любим вкусно жить, любим готовить. Какие красивые. Так, итак, мы нарезали картошку, добавили чеснок крупными кусочками, добавили розмарин. Причем что-то мы вот, ну, где-то мы оторвали веточки, а где-то просто кусками большими оставим, потому что поджаренный розмарин – это бомба. Вот, а нам нужно чуть-чуть подсолить. Упс, ну, чуть-чуть, да. И мы сейчас добавим масло. Обычно оливковое масло. Вот вы знаете, конечно, вот я сейчас добавляю нерафинированное масло, но мне нравится вот этот вот итальянский такой горький привкус. Вот, да, конечно, жарить не рекомендуют в таком масле, нужно в рафинированном. Ну, мы же не жарим, а запекаем. Да, мы запекаем, и вот пусть… Давайте позволим себе сделать это сегодня. Все равно это будет вкусно, все равно это будет полезно. Все, и мы обваливаем это все прям вот ручками. Большие кусочки зелени, большие кусочки картошки. Молодая картошка, она же готовится молниеносно. Сейчас мы ее выложим на противень. У меня есть вот такая прекрасная маленькая духовка. Она очень легкая, ее можно вынести в сад, поставить в беседку. Или в доме на кухне что-то приготовить. Вот вещь просто незаменимая. Ну, конечно, это для тех, у кого есть электричество на даче. Вот, выложили картошечку с розмаринчиком, с тимьянчиком, с чесночком. И сейчас мы ее запечем в духовке при температуре 220 градусов. Ну, где-то это будет, наверное, в течение получаса она запекаться. Лимончик и щелочек. Вот, что у нас будет в картошке? Девочки, мы сегодня будем готовить потрясающий вкусный сырный соус с хреном. Пока я буду делать соус, вы будете резать томаты, нарезать для салата. Напоминаю, что салат у нас сегодня будет из томатов, фасоли и зелени. Зелени будет много, будет кинза, петрушка. Так, вот, да, нарезайте вкусно. Чтобы салат был красивый, мы берем разные сорта томатов. И еще нужно обязательно красный лук. Тонкими-тонкими-тонкими вот полосочками, полукольцами. Так, что нам нужно будет для соуса? Для соуса я взяла чайную ложку натертого хрена на мелкой терке. А, девочки, я вам сейчас дам вот такую большую емкость для салата. Пожалуйста, складывайте сюда томаты, лук. Наташечку можешь нарезать зелень, петрушку и кинзу. А можешь даже нарвать, да? Нет, нет, лучше нарезать. Это точно, лучше нарезать. Вот, а я расскажу, как делают соус. Итак, мы берем ложку натертого хрена, добавляем немножечко горчицы. Ну, предположим, это вот так вот, наверное, полукофейной ложечки горчицы. Вот, добавляем туда чайную ложку сиропа топинамбура для сладости. Сладости? Да. Ну, при этом, конечно же, нестеглихимический индекс регулирует уровень сахара в крови. А мы знаем, что любой скачок инсулина – это лишний вес. Это и вкус, и польза. И источник топинамбура – это же самый большой источник этого инулина. Точно. Для диабетиков очень полезное что-то. Так, соус мы немножечко присаливаем. Добавляем сливочный сыр. Сливочный сыр имеет значение производить? Стоу грамм. Я думаю, что не имеет значения. Если сливочный сыр – это 45 как минимум процентов жирности. Рикоттой заменить нельзя, да? Можно. Можно заменить даже творогом деревенским. Но творог, он имеет все-таки кислый вкус. А сливочный сыр, он имеет нейтральный вкус. Он не кислый и не соленый. Он просто… Цель – найти не кислый творог. Да, не кислый творог. А, сейчас мы еще добавим немножечко оливкового масла в этот соус. Потом, наверное, с маслом. Он будет чуть-чуть пожиже. Но это нисколько его не испортит. Так, пока Анечка перемешивает до однородности вот этот соус. Томаты мы уже нарезали, зелень мы уже, кинзу, петрушечку вы нарезали. Теперь мы сюда будем добавлять отварную фасоль. Теперь мы сюда же добавим чеснок. Наташа, порежь, пожалуйста, мелко. Вот сюда уже нужно мелко. И самая крутая фишка для этого салата – это совершенно небольшое количество аджики. Мы сейчас сделаем соус. Я покажу, сколько аджики мы добавим. Соус наш любимый, как всегда, соус винегрет. Это лимон. Ложка сиропа табинамура или мёда. Это как вы пожелаете. Можно сахар, если вы сахар едите. Вот. Затем немножечко горчицы. Всё как обычно. Красиво, девочки, сахар. Соль. Да. Щепотка соли. И оливковое масло. Понятное дело, не рафинированного. Всё, у нас соус готов. Чесночок когда добавляем? Чеснок добавляем в салатник. И главное, мы туда добавили лук красный. Да. Мелко нарезанный. Тоненький. Тоненький. Тоненький лук. Мелко нарезанный. Да. Всё это. Короче, мы его выливаем и размешиваем двумя ложками. Аня, моя работа. Так, я добавляю чесночок. Ребят, салат просто фантастика. Вот, казалось бы, да, простые продукты. Это томаты, это фасоль. Если вам лень готовить и варить самим, ну, купите банку фасоли. Это лук красный. Ну, нет красного лука, положите репчатый. Белый. Да, конечно. Вот. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы, во-первых, забыли туда аджику. Мы просто капли. И ещё раз, ещё раз перемешаем. Так вот, самые простые продукты. Томаты. Лук. Если нет, если ленитесь отварить фасоль, купите банку, откройте на даче, самое милое дело. И, во-первых, это быстро. Во-вторых, это безумно вкусно. Чеснок, зелень. Кто любит кинзу, добавляйте кинзу с петрушкой. Кто не любит кинзу, можно кинзу не добавлять. Всё, у нас салат готов. Так, у нас готов соус, у нас готов салат. Всего пока мы навозим порядок на столе. Сейчас мы проверим картошечку. Картошечка стоит в духовке. Уже симпатичная. На даче не всегда есть то, что есть дома. Но надо справляться с тем, что мы имеем. Ложки, да, плаватые. Но зато у нас есть баловник большой. Не баловник, а вот для салата. Вот у нас прекрасная ложка. Салатная. Всё, соус у нас готов. Картошка стоит в духовке, салат готов. Мы сейчас нарежем хлеб. Так, сейчас мы проверим, что у нас с картошечкой. Как дело обстоит. О, красота. Ой, какая она ароматная. И даже вот розмарин уже хрустящий. А мы чувствуем аромат. Да? Да. Как пахнет. Это просто смешется. Всё-таки лето такое чудо. Молодая картошка. Ну что, девочки, у нас уже практически всё готово. Наташа, доставай хлеб. Так, хлеб бездрожжевой, содовый. Девочки, понюхайте, как он пахнет. Он сделан из цельнозерновой муки. Я его вчера вечером пекла. Он с семечками, да? И семечки, да. И с льняной мукой. Кстати, вот этот соус можно намазывать на хлеб. Попробуйте, Наташа. Аня? Какой майонез, да, после этого? И даже вот не из лету, что вкуснее. Хлеб или соус. Очень есть хочется. Я накладываю картошечку. Аня накладывает салат. Запах, конечно, просто чудесный. Вот вы знаете, можно, конечно, сделать так, чтобы она прям румяная-румяная была картошка. Но мы же всё-таки за здоровое питание мы не будем пережаривать. Она уже достаточно приготовилась. Пожалуйста. И не забудьте про соус. Да, соус это прекрасно. Если у кого-то нет хрена, например, в саду, то можно его купить в магазине, в баночке. И использовать. Положи побольше, Наташа. Ну что это такое? Нормально, это для красивых девочек, а вы кушайте. Ну вкусные же девчонки. Зато это шанс получить вторую-третью добавку. Так, ещё, пожалуйста, сделайте одну тарелочку. А мне можно соуса побольше, я люблю. Спасибо, Наташа. Спасибо. Ну что, приступаем. Вилочки. Вон аппетит. Вон аппетит. Молодой картофель с розмарином. Вам понадобится 1 кг молодого картофеля, немного веточек тимьяна, немного веточек розмарина, 1 головка чеснока, оливковое масло, чёрный перец и соль по вкусу. Нарезать картофель на дольки. Добавить тимьян, розмарин и чеснок. Немного полить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Всё перемешать и выложить на противень. Отправить в духовку. Выпекать 30 минут при температуре 200-220 градусов. Сливочный соус с хреном. Вам понадобится 200 г сливочного сыра, половинка чайной ложки горчицы, чайная ложка натертого на мелкой терке хрена, чайная ложка сиропа топинамбура или мёда, немного оливкового масла. Тщательно перемешайте все ингредиенты в небольшой ёмкости, посолите по вкусу и подавайте к запечённому картофелю или как отдельную закуску. Салат с фасолью. Для салата вам понадобится 3-4 крупных томата, 1 луковица красного лука, пучок петрушки или кинзы, несколько долек чеснока, 1 банка красной консервированной фасоли, чайная ложка аджики. Нарежьте помидоры и лук, нашинкуйте чеснок и зелень. Сложите всё в одну ёмкость и заправьте соусом. Для соуса винегрет вам понадобится сок 1 лимона, 1 чайная ложка сиропа топинамбура или мёда, 1 чайная ложка горчицы, щепотка соли и немного оливкового масла. Заправьте соусом салат, добавьте аджику и тщательно перемешайте. Так, девчонки, настало время десерта. Так, у нас есть чёрная малина, пешевика красная и смородина. У нас есть зефир. Наташ, нарежь, пожалуйста, вот тонкими такими ластинками зефир. Да, мы будем его использовать в десерте. Мы не будем использовать сахар, у нас будет вместо сахара... Свет также. Да, отлично. Вот. Ну что, будем слоями... А я ничего не делала. ...накладывать ягоды. Сейчас я тебе покажу, что нужно сделать. Вот берём, например, ложку... Ложку малины. Так. Потом мы берём ложку сметаны обычной. Можно йогурта. Мы же любим, когда, чтобы красиво всё было. Потом мы берём пару кусочков зефира. Потом мы берём ложечку смородины. Также добавляем ложечку сметаны. Ещё добавляем один кусочек зефира. Ещё добавляем ложечку сметаны. И всё это завершаем ижевикой. Имело значение, что... Нет, вообще не имело значение. А мне вот захотелось сделать тёмное. А я, можно, сделаю? Давайте сделайте сами, как хотите. Суть в том, чтобы это всё не было перемешано, но чтобы это было красиво, лежало в бокале. По-моему, очень красиво. Очень красиво. Вот. Потом у нас есть солёные крекеры. Они не солёные, но и слегка соленоватые с травами. Если бы у меня была крошка бородинского чёрного хлеба, я бы с удовольствием посыпала этой крошкой сверху. Лишней сладости нам не нужно. Всё? Варим? Пожалуйста, девочки. Крекер с чёрным пунктом. Да. Здесь у нас соцветия душицы. Смотри, какая прелесть. Наташа, для тебя. И есть листики мяты. Можно украсить вот красное зелёным, например. Да? Хочешь, можешь соцветием душицы. Приятного аппетита? Просто вкусно. Это вкусно и быстро. Чтобы уменьшить калорийность, можно использовать йогурт. Можно использовать йогурт. Да. А вместо зефир? Вот в данном случае у нас вместо сахара работал зефир. Можно использовать сок из топинамбура, сироп. Попробуем. И, наверное, хорошо было бы чашечку чая. Чашечку чая, да, мы заварили. Так, ну что, будем пробовать? Ой, девочки, давайте разольём чайку. Пусть остынет. А какие у нас травы здесь? Ой, здесь мелиса, и соп, мята, смородина обязательно. И листочки вишни. Я вишню очень люблю. В чай, она даёт такой привкус косточки. Прелесть. Так, мчонки, знаете, я что рекомендую ещё? Посыпать чёрным перцем наш десерт. Вау. Причём? Красота? Да, чтобы добавить больше эмоций. Угощаемся? Сезонный летний десерт. Вам понадобится немного сезонных ягод, например, малина, смородина, ежевика, 200 грамм сметаны или йогурта, упаковка зефира, крекер. Зефир нарежьте на тонкие кусочки. Выложите слоями ягоды, сметану и зефир в любом порядке. Украсьте крекером и листочками мяты. Продолжение следует...